Доброе утро, наши дорогие зрители и зрители телеканала Бамбарбия ТВ. Я могу вам сказать, что делайте погромче пульт, берите пульт в руки, делайте погромче, потому что такого еще в студии Бамбарбия ТВ не было. Такого количества гостей, таких классных, энергичных сегодня у нас не было. Группа Матиа Базар, дуэт Хит Италии сегодня у нас в гостях, и это нереально. И замечательный переводчик, Аня, которая будет нам помогать со всеми вместе поговорить. Доброе утро! Бонжорно, а тут ты? Бонжорно! Бонжорно! Бонжорно, а тут ты? Бонжорно! Мы очень рады видеть сегодня вас в нашей студии, мы вот чуть-чуть перед эфиром посплетничали, что вы впервые в Украине. Тоти говорят, что вы первое время в Украину, веро или нет? Нет! Нет, нет первое время. Спустите, кто первое? Кто? Forse кому-то он вверху впервые? Ну и как вам погода? Как атмосфера? Насколько прикладно в Украине? Да, очень холодно, но мы очень быстро привыкли к погоде. Ну ничего, совсем скоро уже будет настоящая весна, совсем потеплеет. Может где-то уже были в Киеве, что-то понравилось, что-то посмотрели, попробовали украинскую кухню. Он спросил, что-то понравилось в Украине, может что-то что-то понравилось в Киеве. Очень понравилось в Украине и сказали, что еще бы туда поехали. Мы очень понравилось, потому что не ожидали, что будет настолько модно, будет очень красиво. Ну я очень рада, что вас нравится, тем более в Одессе. Но летом в Одессе намного лучше, потому что в Одессе летом море, тепло солнце. И уверена, что приглашаем еще раз Киев, Украина, в Одессу, когда уже будет тепло по-настоящему. Он сказал, что в октябре сейчас будет более красиво, потому что в море будет более холодно. Но вы приехали в Украину в октябре. Да, они тоже говорят. Ну вы у нас здесь с замечательным поводом, с замечательным концертом. Это канун 8 марта, Международный женский день. У нас девушки, женщины очень любят его праздновать. Мужчины так классно нас поздравляют. И мне кажется, это один из лучших подарков, билет на такой масштабный классный концерт, который будет 7 марта в Freedom Event Hall. Расскажите, это впервые такой концерт в Украине? Почему такая классная, большая, уникальная программа? Это первое время вы приехали вместе в Украину, потому что вы приехали в Украину, потому что вы приехали до первого года, 7 марта. 7 марта? Сперва что вы сказали? Да, я понял. 8 марта в Украине, это была феста для всех женщин. Да, это было очень интересно. Это было очень интересно, что вы приехали здесь. Можно рассказать немного больше концерта, что планируется в первую очередь такой программой? Такое огромное количество талантливых артистов из Украины. Мне кажется, в Фриде не было никогда. Скажи немного больше о всей этой фесты, о чем вы хотите танцевать. Скажите, немного больше о чем вы танцевали? Вы поняли? Да, о чем мы танцевали? Да, о чем вы танцевали? Да, о чем вы приехали вместе здесь, вы понимаете? Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Мы, в Hit Italy, мы, Гену и Гену, я и Гуя. Я говорила про всех нас, на интернете, на гугл, всех нас. Да, да! В их версии. На итальянском и даже на украинском. Браво! И посвящают всем женщинам эту песню. Дорогие девушки, мужчины, которые нас сейчас смотрят, у вас есть последний, наверное, шанс, потому что сегодня уже шестое число... Что сегодня? Шестой концерт будет седьмого марта во Фридом и в этот поле. Заходите в Google, покупайте билеты, потому что это будет уникальный концерт. Ага, наверное, это не надо переводить, потому что мы говорим об этом с нашими зрителями. Ну и еще, какие впечатления, вы уже наверняка были на самой площадке, наверняка уже были саундчеки, репетиции, что планируется в программе большой концерт? Вы уже делали репетиции, как все прошло. Ну, проведем их в день. Сегодня утром. А, они сегодня отдыхают, а репетируют завтра. То есть обеззавтра. Но какие тогда планы на сегодня? Что будете делать? Куда пойдете? Что хотите сегодня? Сегодня... Бх... 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 Ну и конечно у нас есть уникальная возможность спросить у вас, где, куда, что лучше нам все-таки отправиться, отдохнуть, в какое лучше время лететь, например, на морские курорты, такие как Римни или в Сицилию? А мы хотим спросить вам, потому что вы, украина, вы идете в Италии, потому что Италия очень красивая, что смотрим, мы спросим вам, где идете в Италии и сколько, потому что Сицилию, Римни, в С準備, в Северном, в Северном, в Северном мире, в Северном, в Северном, в Северном. Летом обязательно нужно лететь в Италию. Например, 5 мест, которые нужно обязательно, если мы уже в Италии, мы должны обязательно посидеть. В Рим обязательно, в Милан, Фиеренция, Венеция и Наполея. Ну, это у нас очень популярное. А возможно, какие-то секретики, вот куда, конечно же мы все знаем, что Рим прекрасен, Венеция, Венеция, Флоренция. Возможно, те места, которые, вот мы не слышали, украинские, которые не являются массами, так же, в настоящем можно почувствовать то, что все, я в Италии. Возможно, вы говорите, украинские люди, где можно идти, потому что Рим, Милан, все это мы не слышали. Возможно, вы говорите, где никто не будет, мы не знаем, какой-то город, может быть, красивый. Дальше... Vai на «Фиеренция», 영화 та Украина. В Италии 2, як seule мне приходится. В Средfelе неё ≤! В Италии фиад Media. Ага, в Среднии. И если вы тоже отдыхаете, если отдыхаете в Италии, то какие места любите выбирать? Может быть это Рим, может быть это Сицилия, или это Калабрия, где вы считаете морской отдых в Италии? Где вы остатки отдыхаете в Италии и Анастане? В Сариже? В Савыннии, Сицилия, Сицилия, очень красивая, очень отдыхаем. Я понял, что мы действительно отдыхаем. В Риме у меня есть очень много разных разнообразных, Ух, ну мы все знаем, что Италия это самое вкусное место на планете и просто когда мы туда прилетаем у нас разбегаются глаза, что же попробовать, возможно 5 мастхэв блюд и напитков, которые мы должны обязательно попробовать в Италии. Существует мастхэв блюд и пицца, все это, единственный мир. Родина, бистеца, бистеца, бисточка и пицца. Биаста, ласагина. Ласагина, пармезану. Да, паста очень хорошая, их паста, и много салса, паста очень важная. Говорят, паста у них это самое главное блюдо, то есть то, что нужно кушать каждый день. Это мои гагиаделли. Мы все бы уже захотели кушать, обязательно. Но а что вот привезти домой? Потому что мы часто теряемся, например, хочется и то, и то привезти. Все видим, глаза разбегаются, но что вот такое вот именно итальянское привезти домой, в Украину, в Киев для подарка родным близким? Что нам надо подпинать из Украины, в Украину? Вино! Вино! Помимо, когда всегда мы берем пески, паста! А и бе, это ли? Да, рыбные кустыльские. А, ладно, рыбные кусны. Да, да, да. но и поэтому вы можете привозить очень вкусные тарани все вкусняшки она проживает там возле Калабрии и говорит очень-очень вкусно если бы поговорить про Калабрию это новое направление для Украины чуть-чуть больше потому что мы еще не рады, я не была в Калабрии и очень интересно как это курорт насколько там классно отдыхает, а какое море, что там вообще есть, что обязательно попробовать если мы уже в Калабрии мы можем сказать, куда мы идем, куда мы идем, кем смотреть? я не знаю не живой, я не знаю ничего, но восстание я знаю я могу сказать, что Вы видите, что в Калибре, это близкать Калабрии если хотите, есть очень-очень странно, но в реальности, в Америке, в целом, в Америке, в Суде, это не проблема И если поделиться вашими любимыми местами в Италии, то, что вот, где вы любите находиться именно вы? Вы можете сказать, что в Италии, то, где вы хотите идти? Я, если я в Италии, то я очень счастлива, когда я в моем доме, я чувствую себя дома и мне хорошо, просто в Италии. Да, 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 да. Для отдыха, для отдыха. Я бы сказал, что в Италии. Малдивы. Малдивы. Но это не Италия. Да, да. Малдивы итальянские. Малдивы. А, итальянские Малдивы есть. Ага. Италия. 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 Малдивы. Малдивы. Я собираю шемоданы и нужно срочно, 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 срочно. Для того, чтобы вы купите борт и идите в Италию. Малдивы. 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 Малдивы, ити. Италия. ми причине очень що ала кор coś мы бы повторялись. И play. Это стая Burke Назарова. Я уважаю Hessian-литва. Иые то, что у вас были? Малдивы. Ага. Меня очень黄 желаю. Чтобы выйти, иды. Инккратии. Мы хотим вернуться в Киеве Мы хотим вернуться в Киеве Может, в Киеве и в Киеве Может, в Киеве и в Киеве Мы хотим вернуться в Киеве Это первый концерт Кто-то впервые, кто-то нет, конечно Но хотят, очень понравилась Украина И все обязательно будут приезжать Ну а что нас ждет зрителей? Давайте откроем завесу программы концерта Возможно, какие-то сюрпризы будут завтра Хотите сказать какие-то сюрпризы Что вы делаете за Украину В вашем концерте? Как сюрпризы, я не знаю Но, конечно, мы проводим наш новый брон, который наш singл Это уже большая новость И, особенно, большая новость, что есть Баттериста, донна, как фиамма и бассиста, донна Они говорят, что праздник женщины Вот три женщины будут петь Давайте все похлопаем Заранее предлагают И сказали, что касательно сюрприза, конечно же, будет Не будут раскрывать все карты Конечно же, но Но самая главная сюрприза Это их песни замечательные Вот так У нас 8 марта это выходной день Даже вот я думаю, что 7 марта У нас уже такой легкий рабочий день Как отмечают 8 марта в Италии? Как поздравляют девушек? Как второй день festе в Италии? В истинные Да, мы не в школе и на участии Мы не в школе Они в школе Иудача Они в школе А у нас отмечают Мы работаем И даже в школе Италия в праздничном Но все работают и идут в школу. Дедихаем на вечер для festе. Вечером отмечают. Ли донны си скатенану. Ли донны си скатенану. Женщины радуются, это для них праздник, но уже после работы. И после школы. Женщины закрывают всех мужчин дома и идут гулять. Это очень интересная идея, дорогие наши девушки, зрители. Можно сделать и вот так. Так вот предлагаю попробовать это сделать в 8 марта. Ну и конечно же, я думаю, что у вас есть еще возможность приобрести билеты на 7 число Freedom Event Hall. Посмотреть такой классный, огромный, масштабный концерт. Я думаю, это знаете, в Киеве, конечно, холодно, но это станет прекрасным стартом весны. Но уже время у нас эфирное. Я бы говорила очень долго и вас очень много. Я очень счастлива, что вы сегодня в нашей студии. Ну и пожелания от каждого для украинцев. Это приглашение, возможно, на концерт и какое-то пожелание для нас. Вы хотите все-таки сказать что-то из Украины? Что вы хотите сказать? Может, приглашать вашего концерта? А, конечно, конечно. Приходите на концерт, потому что вы 100% будете развлечены. И вы будете проводить на концерт, потому что будет настоящая итальянская музыка. И проведете один прекрасный вечер с музыкой итальянской музыкой. Ну и для наших зрителей, если зрители пожелания, которые собираются все-таки поехать об Эфин Пилетай, даже после... Вот собирались, но после этого Эфира 100% в те местах, которые вы порекомендовали и посоветовали. Может, вы хотите сказать еще какие-то страны, где все-таки что-то сейчас смотрят на нас, где-то в Италии? Может, они не знают какие-то страны. Ух, ну какой у нас был классный итальянский эфир. Мы что-то послушаем в эфире, нет? Да, давайте сейчас еще немного послушаем песню, потом еще поговорим, попрощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok